ролик который увидите далее визуальном плане будет неплохой наглядной подачи сотового мира устройства так сказать у вас на глазах я буду создавать своими руками и своими мозгами небольшую 3d модель нашего мира предположительно ролик будет состоять из двух частей по тематике и скорее всего вторую часть ролика где пойдет речь о сотовом мировом устройстве желательно переслушать два то и три раза люди задают одни и те же вопросы не изучившие мой материал по сотовой земле предполагаю что этот ролик будет не последний плане визуальной подачи но на быструю руку решил используя своеобразную программу создать сотовую модель приятного просмотра здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров в харькове 16 часов 0 1 минута 24 10 2016 года после работы с монтажом понял что намного проще будет отдельный ролик записать посвященный устройству земли то есть тот так и пойдет назовем его условно ссср а этот назовем как-нибудь строительство сотового мира да буду отдельно уже до рассказывать и показывать повторял и еще буду повторять что часто скидывает труды мне так называемых индийских вет тоже мне мне подсказали ну в принципе спасибо что мне подсказали что индийских вет не существует если вы мои ролики бы изучили уже знали что я осведомлен во многих вопросах я просто для удобства формы называю индия было понятно потому что есть так называемые индусские веды и скандинавские мифы и в тех и тех модель мира одинаково практически описывается еще можно изучить детально коран там тоже очень много того что он соответствует истине было единое ведическое знание которое разрезали на маленькие кусочки как и был язык разрезали на маленькие кусочки вот появилась наука которая не имеет никакого отношения к науке это наука современная это религия люди сектанты верят что наша планета маленькая кругленькая ну представляете миллионы людей это какая секта религиозных фанатиков которые верят что наш наш мир и выглядит именно так как нам его нарисовали их же никак не вернуть фанатизм это такое страшное орудие в руках наших захватчиков так вот во первых вы поймите чтобы вот все такое излагать я сам неплохо за эти годы подготовился чтобы рассказывать сотовую модель я неплохо изучил существующие труды прекрасно понимаю что они уже переписанном виде ведь как мне симпатичные исследователи которые говорят мы это предполагаем то есть это наша теория но есть таких допустим их их мало ну я из их числа которые настаивают на том что это последняя инстанция ну знаете как у них спросить по чесноку они просто книжку прочитали или с интернета или с интернета информацию скачали и просто и озвучили о моем случае все гораздо по-другому повторяться сейчас не буду как все у меня замечательно происходит с получением информации так вот вот эти всем скандинавские мифы так называемые индийские веды даже от современной науки маленькие эпизоды можно брать если вот взять метровую линейку и вот 100 сантиметров то каждый из этих рассказать отрезков это миллиметр по миллиметру собрать папа я получится у нас там хотя бы сантиметр но надо чем-то добавлять ведь знаете как-то смешно выходит то есть находит человек в интернете статью которая уже перекая перевернута там к примеру скандинавские мифы и озвучит ее говорит это так она есть то есть наши захватчики они как бы это мышей не ловят они решили сохранить статью в надлежащем виде даже утель летописи страны ариев которые все время настаиваю я прекрасно знаю где места перевраны искалечены которые места пропали но они специально они как бы вынуждены были хоть что-то как говорится дать и так и получается надо ходить по всему миру и и собирать крупицы знаний и все равно говорится волшебная необходимая деталь была это сотовая модель так постараюсь наглядно объяснить что я тут нарисовал но естественно как инструментария мало допустим яйце образный купол понятно что он выглядит прозрачно и барьер который как бы у меня не завершён он логически тоже продолжается куполом и вся эта даже сота тройняшка она находится под своим единым куполом то есть у каждой своей соты есть купол помимо этого еще есть над этими тремя сотами свой купол вот дерево кстати люди предполагают из современных знаний что дерево в арктике это растет а на самом деле она находится и сейчас она находится на пересечении трех ячеек то есть посередине соты это будет сейчас в ролике как-то ставить место расположения этого дерева потому что тут вопрос так надеюсь более-менее схематически будет понятно где в центре находится мировое дерево которое во многих современных книгах осталось упоминание о нем тех кто уже изучает мои ролики знают что то что нарисовано здесь три соты это это всего лишь 00001 процент от того мира который существует то есть кому интересно можете скриншот сделать и на на полу это листики раскладывать 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 у себя чтобы но это тем так подкалываю кто не может понять уже по тем роликам что я сделал что земля просто гигантская это же еще не все это же она идет слоями но вот еще раз повторюсь что тут нас нет просто листаю ролик и смотрю вот три сферы также этих сфер тьма тьмущая каждой сфере свой мир где-то у меня тут и китов я схематически показывал даже где-то был большой черепах сейчас найдем нелегкая это работа голос к видео привинчивать проще было всегда мне подстраивать видео демонстрацию уже существующие аудио дорожки сейчас на ходу пытаюсь редактировать чтобы лишнее убрать то что визуально там переходы там программе могу висеть по пять минут так ну надеюсь схема понятно то есть самом яйцеобразном куполе находится еще наш мир ну дело том что и антарктический барьер и тот небесный свод который они в определенных местах сходятся между собой делу примитивно сказать или упрощенно что как раз-то ледяной барьер он служит в определенном месте где купол соприкасается с ним потому что в разных ячейках абсолютно разная атмосфера и допустим то что происходит у соседей может нам не понравится поэтому на самом деле все соты под куполами то есть положение что наша только на карантине как может быть наша только если верху мировой океан я сейчас надеюсь а монтажом тут покажу как она все слоями это идет и так думаю стоять не нашел нужный кадр сейчас буду демонстрировать как она нас это будет рядом с ней такая же сота то есть мир и в мирах мир и в мирах да ну я думаю что в будущем попробуем покрасившие сделать визуальную подачу но те кто изучал мои ролики в большом количестве уже модель понимают как она устроена слоеный пирог идут слои сверху и снизу тот ячеек на этом пожалуй все надеюсь кому-то моя визуальная подача пришлась по вкусу все равно старался чтобы все выглядело надлежащим видим а с вами был вячеслав котляров спасибо что меня слушаете слышали всего вам доброго до свидания и 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...